Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы познакомить вас и поделиться опытом использования такого его метода, как МР-диффузия в диагностике, лимфопроливеративных и остальных гемобластозов. Не буду подробно останавливаться на классификациях, которые в целом нужны в основном для клинических специалистов, которые сегодня были широко освещены. И относительно методов лучевой диагностики, золотым стандартом, начиная с первичной диагностики, когда были только рентгенологические методы, являлся рентген. В настоящее время, естественно, это является ПЭТ-КТ. У всех методов есть свои положительные качества, у всех есть свои недостатки. В настоящее время все придерживаются клиническим рекомендациям и мы используем те методики, которые необходимы. Новое в диагностике все-таки происходит, появляются новые методики, новые исследования, такие как и сцинтиграфия, и низкодозовая компьютерная томография скелета, и ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, и диффузия тела, как дополнение к стандартному МРТ-исследованию. Задачи становятся все шире и больше. Необходимость появляется исследовать не отдельные органы и части тела, а все тело, выявление как космодеструктивных, очаговых, диффузных поражений, так и опухолевой инфильтрации костного мозга с наличием мягкотканных, каких-то компонентов экстрамедулярного поражения. Желательно снизить уровень радиационного облучения, для того, чтобы избежать каких-либо дальнейших осложнений, сократить время использования, удешевить стоимость, и чтобы этот метод был все-таки более доступен. Коротко о возможностях МРТ-диффузии всего тела. Является качественным и количественным методом при расчете коэффициента диффузии, ИКД, возможна оценка характеристики ткани на различие диффузии воды. Позволяет выявить раннее поражение костного мозга, и возможно использовать данную методику как в первичной диагностике, так и оценке ответа на проводимую терапию. Немного углубиться в физику, я считаю, необходимым. Этот метод основан на измерении биологических процессов в организме на молекулярном и клеточном уровне. Позволяет визуализировать нарушение диффузии молекул воды как внутриклеточно, так и межклеточно, и трансмембранно. При визуализации ограничения диффузии воды на фоне подавления сигнала от тканей окружающих будет выглядеть ярко, и ткань с ограниченной диффузией будет более темной при ИКД. В норме в нашем организме существуют ткани, которые ограничивают диффузию головной, спинной, мозг, нервы, слюны, железы, лимфоидная ткань, лимфатические узлы селезенка, семенные пузырьки, яичники, секреторные эндометрии, молочные железы в репродуктивном возрасте, красный костный мозг в той или иной мере ограничивают диффузию. Методика в нашей практике заключается в следующем. Необходимо получать диффузионные изображения в аксиальной плоскости с последующей реконструкцией, возможностью построения как корональных, так и сагитальных изображений, обсчет производить с помощью измеряемого коэффициента диффузии. Далее необходимо получать изображение в аксиальной плоскости с жироподавлением. Изображение в сагитальной плоскости в Т1 взвешенных для оценки осевого скелета и возможного поражения костных структур. Ну и Т2 корональный с целью анатомической локализации уточнения, локализации очагов. Рассмотрим клинические случаи из нашей практики, которые встретились в последнее время. Так, пациент 2016 года страдает острым лимфобасным ликозом. Выявлены при исследовании компьютерной томографии очаги в почках, которые отлично видны как и на компьютерных исследованиях, так и при выполнении магниторезонансной томографии, в том числе при диффузионных изображениях, что в целом положительно сказывается, позволяет высказаться от данной методики. Следующий пациент 2005 года рождения, страдающий с лимфобасным лейкозом, на фоне проводимой терапии появился ранее изолированный костномозговой рецидив, который отлично видно при выполнении МРТ-исследования как и на анатомических, так и на диффузионных последовательностях. Мы видим очаговое поражение подвздошных костей и подвздошная кость слева, диффузное поражение, очаговое поражение правой кости. И при выполнении компьютерной томографии в тот же период данная патология не визуализируется, что говорит о эффективности метода магниторезонансной диффузии ввиду визуализации патологии до нарушения структурности костных балок. Далее пациент, страдающий неходшкинской лимфомой, бета-клеточная лимфома, медиастинальная форма, в данный момент находится в нашем учреждении на лечении. Данное изображение демонстрирует исследование до начала лечения. Мы видим крупный конгломерат лимфатических узлов в средостении. Как на изображениях диффузионных, так и на PET схожие данные, инвертированные изображения в корональной плоскости диффузионных демонстрируют ничем не хуже, чем на PET. И можно видеть истинное ограничение диффузии и КД 0,64. При дальнейшем лечении, при следующем обследовании, проведенном, мы видим значительное уменьшение размеров образования на всех последовательностях. И при количественном анализе мы увидим изменение коэффициента диффузии, что говорит о положительном эффекте на лечение. Пациент также с неходжкинской лимфомой, диффузная крупноклеточная Б-лимфома, визуализируется поражение подвздошной кишки, как на PET-КТ, так и на МРТ-исследовании, на диффузионных и на ИКД с ограничением диффузии 0,6. При динамическом наблюдении видим отсутствие изменений при PET-КТ, что подтверждается МРТ-исследованием отсутствия каких-либо изменений на диффузионных последовательностях. Пациент 2015 года страдает Б-лимфобластной лимфомой с поражением правой орбиты. При исследовании первичном мы видим истинное ограничение диффузии, КД составляет 0,26. После лечения полный регресс, отсутствие каких-либо данных за наличие опухолевой ткани. Следующий клинический случай. Пациент поступил в гинекологическое отделение с подозрением на вторичное поражение лимфотического поражения яичников. После оперативного лечения морфологическая верификация была такова, что это лимфопролиферативный процесс, двухстороннее поражение яичников при лимфоме. ИКД 0,47. Следующий клинический случай. Пациент страдал множественной миеломой. До лечения мы видим диффузное очаговое поражение осевого скелета, костей, костей таза. Выражены изменения с наличием очагов деструкции. После проведенного лечения заметно изменение сигнальных характеристик от костного мозга позвонков, восстановление структуры, замещение жировой ткани. И значительное уменьшение очагов в костях таза. Как и размеров, так и показателей измеряемого коэффициента диффузии. Пациент тоже страдающий миеломой множественной. При первичной диагностике всеми методами возможной лучевой диагностики визуализируется поражение осевого скелета и костей таза, что отлично представлено на данных изображениях. Пациент, сложный для диагностики, для интерпретации, обратился с жалобами на боли в поясничном отделе. Учитывая анамнез, рак правого легкого, рак молочной железы, было предположено, что здесь имеет место вторичное поражение, проведены диагностические мероприятия и при морфологической верификации выявлен хронический миловидный лейкоз. Очень интересный случай с изменением кости. Ладно, перелистнулось, как обратно вернуть? С изменением костных структур мы можем видеть поражение грудины, поражение подвздошных костей, поражение лопатки, что подтверждается ограничением диффузии. При выполнении фьюжн очень отчетливо визуализируются изменения. Вот, в целом, наверное, и все. Случаи, представленные, имеют интересные диагностические особенности. Если обратить внимание на последние три исследования, три клинических случая, схожие по визуальной картине, сложные для диагностики, множественное диффузно-очаговое поражение костей, которое может быть верифицировано исключительно с помощью морфологических исследований. Таким образом, а, еще в публикациях немало информации существует и как в зарубежной практике, так и в нашей, где подтверждается высокая чувствительность и специфичность данного метода в сопоставлении и с нативным МРТ, также в сопоставлении с данными ПЭТ-КТ. Таким образом, повторюсь и отмечу, что существует значительное преимущество на этого метода ввиду отсутствия лучевой и радиационной нагрузки, отсутствия инвазивности и необходимости контрастного выселения, более высокая доступность и низкая стоимость в отличие от ПЭТ, ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ, возможность получения комплексной анатомической анатомо-физиологической информации за одно исследование. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...